Как стригут хомячков. Когда идет достаточно резкое движение и достаточно долго, например, рынок растет, и рынок должен упасть. Но очень часто бывает такое, что прежде чем рынку упасть, происходит стрижка хомячков. Это наглядный пример, как это происходит. Ну а вы думайте, как этого избежать. В конце я расскажу, как этого избежать. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Смотрите, бывает такой вот, что тренд постепенно повышается, 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 повышается. Цена какого-то актива. И вроде он должен упасть. Наращиваются короткие позиции на падение. Но рынок продолжает расти. И вдруг что-то происходит такое, нечто, что, в общем-то, люди сходят с ума. Рынок вдруг начинает вместо того, чтобы падать, резко расти. И те люди, которые ставились в шорт, разоряются. Ну а после этого происходит обвал рынка. Давайте посмотрим, как это происходит на практике. Вот я нашел совсем недавно, тоже именно эта ситуация произошла с рынком риса. Это не так важно. Но типичный просто график. Посмотрите, вот цена на рис, Рауф Рис, очищенный что ли рис. Это биржевой товар на Чикагской бирже. Он не торгуется. Посмотрите, рис потихонечку увеличивался в цене. То есть рост актива мы видим. С июля, здесь график 2019 года, рис тут как-то ни шатка, ни валка стоял на месте. И вдруг с декабря прошлого года он начинает как-то расти потихонечку. Была попытка падения в марте, это когда коронавирус. Но тут же рис вырос, отрос заново, потом дальше. И вплоть до мая рис продолжал расти. И посмотрите, что происходит. Вот здесь вот объемы. Объемы торгов рисом этим самым. Объемы торгов, смотрите, снижаются. Объемы торгов снижаются. О чем это говорит? О том, что кажется, он должен упасть. То есть рис должен упасть. Вот здесь вот вы видите, да? Вот он, рис должен упасть. Все понимают, что дальше расти некуда. Объемы роста уже все, завершились. Что происходит дальше? Честно говоря, я не знаю, что это произошло. Объемы резко увеличиваются. Я думаю, что был какой-то управляемый кем-то вброс информации. Вопрос, читать новости или нет. О том, что там то ли не урожай, то ли что-то еще. То ли с вирусом все плохо. Не знаю, что происходит. И вдруг хомячки начинают... А может быть, кто-то из очень-очень богатых, они решили, что... Ну, посмотрели, например, да? Очень много коротких позиций, да? Что такое короткие позиции? Здесь стоят стоп-лимиты. Стоп-лимиты. И их надо бы разуть. Поэтому кто-то вот из тех, кого называют очень часто куклами, кукловодами на рынке, начинает просто искусственно завышать цену. А почему бы и нет? Почему бы нам немножечко не купить риса? Тем более, что известно, сколько там стоит стопов вот здесь. Стопы сработают, и он их точно, так сказать, ну, как бы продаст. Вот. Поэтому... Поэтому, а давай-ка мы поднимем цену. Искусственно. Просто вот скупаем цену. Скупаем рис. Начинает подниматься цена и вырубает вот эти стопы. Их достаточно много. Поэтому вот этот вот объем, это на высаживании тех самых хомячков. И хомячки в панике. Значит, они совершенно, значит, разорены. Там кровища хлещет. А рис... Здесь уже нету стопов никаких. Ничего его не останавливает. Хомячки думают, блин, срочно надо покупать рис, потому что надо запасаться. Будет катастрофа. И они бегут с визгом покупать рис. И рис продолжает расти. То есть, вот это вот уже... Рис продолжает расти. А богатенькие-то... Вот они. Они все это выкупили. И здесь они уже начинают просто потихонечку мелкими партиями продавать. Очень подробно об этом вот прям вот вся психология. Описана воспоминания биржевого спекулянта. Это очень старая книга, очень известная. Но там вот она художественная. Буквально читается вообще шикарно. Если найдете, почитайте обязательно. Прямо вот как это происходит. И как это искусственно вот накачивает. И здесь уже, смотрите, объемов практически нет торгов, а люди скупают с визгом рис, потому что, ну, все говорят, все, он будет расти бесконечно. И он растет бесконечно. Вот он график, да. И в какой-то момент, ну, куда денется, так сказать, там, деньги-то когда-то закончатся, которые вкладываются в этот рынок, значит, рынок начинает обваливаться. И что происходит с рынком? Он обваливается вот до уровней тех, которые были осенью. То есть, вот этот вот рост, он должен был завершиться вот сюда, вот плавненько падением. Но прежде чем упасть, высадили хомячков. Вот так это и происходит. Как с этим бороться? Ну, когда вот идет такой резкий рост, друзья мои, первый вариант. Либо не покупаете, то есть, когда уже пошел вот такой вот резкий рост, поздно покупать этот резкий рост, закончится столь же резким падением. Это так называемый шорт-сквиз. Это типичный график, я не говорю про рис, это такое происходит сплошь и рядом. В маленьких масштабах это происходит вот на дневных, ну, внутри дня очень часто. Те, кто занимается трейдингом, знают, что это называется шорт-сквиз. То есть, идет тренд какой-то вот повышательный. Вы видите, вот он тренд повышательный-повышательный. Потом, прежде чем ему сломаться на понижающийся, идет шорт-сквиз так называемый. То есть, высадка спекулянтов, которые работают на понижение, а потом идет снижение. Вот таким образом. То есть, рынком управляют, конечно же, здесь большие деньги. Ну, во-первых, каким рынком? Это происходит только на рынках не сильно капитализированных, там, где не так много участников. Потому что для того, чтобы вот это сделать, нужны очень-очень большие деньги. Если рынок очень, ну, как бы, насыщен капиталом, то, высоколиквидный рынок, то вот это вот трудно сделать. Вот. Такой же график происходил. По такому же сценарию. Рос биткоин в каком-то году? В 2017, по-моему, году. Рос биткоин. Помните, когда биткоин растет, 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 потом, значит, пошел по экспоненте вверх. И когда уже все-все-все, те, кто никогда не занимался фондовым рынком, никогда не спекулировал, начинают все вкладывать. И есть люди, которые, ну, были люди, которые буквально продавали квартиры для того, чтобы вложить в биткоин, потому что через месяц купишь на эти же деньги две квартиры и так далее, и так далее. Помните, это ажиотаж. Точно по такому же сценарию он вырос до 20 тысяч долларов, а потом грохнулся до 9. Вот. То есть, там, в два или в три раза он грохнулся. Ой, не до 9-ти там. Ниже, чем до 6-ти. Не помню. Ну, подскажите, кто помнит эту историю. Вот. То же самое у нас происходило в 2014 году с долларом, когда доллар с 20, там, ну, с 32 рублей за доллар вырос сначала до 40, потом 46, 50, 60, там, 70, 80, и там, какого, 14 декабря, насколько я помню, уже 85, там, или 82 рубля за доллар. Там в банках выстраиваются очередюги, очень бешеные люди ни о чем не говорят, как только о росте доллара. И, ну, когда куча хомяков, значит, понеслась сдавать свои рубли за доллары, срочно покупать доллары, самая последняя бабушка рассказывала о том, что доллар скоро будет стоить 150 рублей, ну, вот тут он и грохнулся. Он до сих пор не вырос до 85 рублей с 2014 года, понимаете? Те, кто купил доллары в 2014 году, они говорят, все равно когда-нибудь он вырастет. Конечно, он когда-нибудь вырастет. Сейчас 2020 год, прошло 6 лет, доллар по-прежнему 75 рублей. Он еще не вырос до 85. Но подождем, вырастет, конечно, еще лет 6, и все. И так происходит регулярно. Когда вы видите вот такой резкий рост, не надо вкладываться. А если вы вложились, то вопрос в том, когда выйти. Потому что чем выше, чем выше вы выйдете, тем лучше. И посмотрите сюда. Если бы вы вот вышли здесь, например, да, вот у вас стоп стоит, да, вот среди этих шортистов, то вы, конечно, потеряли бы, например, да, то есть вы поставили на шорт, а он ушел вверх. Ну, да, вы потеряли бы, но не сильно. Но когда вы, например, упорствуете и не поставили стоп, то, в общем-то, ну, разорились бы, очевидно совершенно. А как, например, поставить, так, заявочку, чтобы продать, продать по максимальной цене. Но не совсем по максимальной, а вот, вот если вы продали бы вот по этой, вот по этой цене, ну, согласитесь, что вы в шоколаде. Конечно, это не самая максимальная цена, не вот эта. Ее практически нереально угадать. Кто ее может угадать? А ее может угадать только тот, кто управляет этим рынком. Он этим управляет, потому что вот он, видите, вот скачок, да? Вот здесь вот, как раз и вот оно произошло. То есть тот, кто управляет рынком, он знает, когда будет разворот. Вы никогда не знаете, как будет разворот. Вы можете поймать его только где-нибудь вот здесь. Друзья мои, о том, как это сделать, при помощи стандартных инструментов, которые доступны всем в терминале КВИК, я расскажу буквально в следующем видео. Это сложно. Об этом мало кто знает из тех, кто торгует, из тех, кто занимается вот постоянно там внутри дня даже торгует спекулянтом. Поэтому следующее видео будет техническое, следующее видео будет очень интересным. Оставайтесь на моем канале. Я надеюсь, что я вас заинтриговал. В следующем видео открою страшную тайну. До встречи. С вами был Демитрович Юрий.